Отдел маховидные. Ну, в принципе, мхи входят в отдел маховидные, как обычно в биологии, то есть есть настоящие мхи, листостебельные, а есть маховидные. Но вообще, конечно, маховидные это более широкое понятие, поэтому все особенности маховидных относятся также к настоящим мхам. Биологическая дисциплина, которую изучает маховидные, это бриология. Маховидные определенно существуют с карбона, то есть с предпоследнего периода палеозоя. Ну и, в общем-то, современные все крупы уже где-то в мезозое были маховидных. Это слепая ветвь развития растений, то есть из них дальше ничего не происходило, они сразу вот такие были достаточно примитивные, самые примитивные из реально живущих растений. Ну и они заняли просто определенную нишу, и так в ней и находятся, как и лишайники. Лишайники тоже достаточно простые, но они самые первые на Земле появились, и, видимо, последние на ней исчезнут. Маховидные тоже, они простые, но устойчивые, поэтому они в тундре есть. Во многих, они заняли многие экологические ниши, из которых их уже не выбежь. Ну и, естественно, маховидные, поскольку они так давно на Земле, они породили множество торфовых отложений. Торфянники – это как раз мхи, собственно, перегнившие. Маховидные огромное значение, естественно, в тундре имеют. Но, кстати, есть мхи и в тропических зонах. В тропиках бывают леса, полностью обросшие мухом, чисто тропические. Как правило, они многолетние, но некоторые бывают однолетними тоже. Маховидные все отличаются низкорослостью, поскольку это гометофит, и он с трудом образует какие-то структуры сложные, которые позволяют поддерживать, ну, снабжать водой, прежде всего, весь этот организм. Как правило, гометофит мха от миллиметра до нескольких сантиметров. Хотя отдельные бывают крупные маховидные. Есть такие мхи рода фонтиналис, и они где-то 60 сантиметров могут быть длиной. Кроме того, некоторые мхи, которые на стволах и на ветвях деревьях висят, вот они тоже могут быть длинные. Значит, сравнительно простые они по организации все маховидные. Фактически, какие-то есть слабые виды тканей, по типу проводящих, механических, запасающих, покровных, но слабо выраженная специализация ткани низкая. Даже не говорят о том, что у них есть подлинные листья, лучше листья их называть филидиями, то есть листоподобные у них образования. Ну и также стебель называют каулидия, то есть в связи с низкой специализацией, в ботанике, чисто в бриологии, называют не стебель и лист, а филидия и каулидия. Но можно, в принципе, стебель и лист в комху тоже применять, потому что в обыденной жизни применяется. Особенность чередования поколений маховидных заключается в том, что у них основная часть этого цикла – это именно гометофит. То есть они, получается, у нас гоплоидные в основном. Потому что гометофит – это то, что образуется из споры, и, соответственно, оно имеет один набор хромосом. И вот это, собственно, специфика мхов, потому что у всех остальных высших растений, даже у псилофитов, то есть у самых первых высших растений, основное растение – это спорофит. Ну, соответственно, вот гометофит осуществляет все основные функции – фотосинтез, водоснабжение, минеральное питание и так далее. А спорофит – это коробочка, которая растет на гометофите, и из нее споры. Ну, принципиально, значит, что происходит? Из одноклеточной споры, вот выбрасывается, значит, спора, вырастает гометофит, и сначала образуется нить протонема. Вот это тоже важный термин, относящийся мхам. Протонема – это первая нить, так по-гречески и будет. Протонема, которая развивается из споры, считается первичной, и вторичная протонема тоже может развиться в результате регенерации, то есть они могут также регенерировать, то есть без пола размножения есть у них, и тоже у них регенерация начинается с протонема. На протонеме развиваются почки, и из них развиваются либо пластинчатые побеги, либо такие напоминающие листья. И эти вот побеги мха, они называются гометофорами. Если мы их рассматриваем в контексте жизненного цикла мха, поскольку они несут гометы, да? «Несут гометы» так и переводится, то есть гометофор. Ну и вот, значит, на гометофоре уже вырастают, соответственно, гометы. А протонема, почки, на которых растет, протонема, этот самый нить, да? На нити растут почки, на почках растут гометофоры. Вот это все называется, собственно, гометофит. То есть вот этот мох так и выглядит. Это нить, на которой выросли почки, и на почках потом уже идет размножение. Ну, поскольку почки многочисленные, часто они растут групповыми способами мхи, да? То есть вместе, как мы знаем, мхи, они тяготеют к тому, чтобы вообще покрыть просто поверхность, эти переплетения разных растений мха. То есть это вот как раз и есть, внизу эти самые нити идут протонема, а наверху идут их почки и все их побеги вот эти. Маховидные е делятся на однодомных и двудомных. У однодомных женские и мужские гометофоры находятся на одном растении, у двудомных на разных. И кроме того, у мхов может быть многодомные. То есть это когда перемешано у них. Одни растения однодомные, другие двудомные одного и того же вида. Обычно эти органы размножения, которые гометанги называются в данном случае у растений высших, расположены там группами и есть отдельные нити мха, которые вообще их не имеют. Это парафизы называются. Вот скопления этих гометангиев, они обычно у мха окружены специальными выростами, защитными образованиями, то есть они защищают эти гометанги. Могут они находиться на специальных подставках, то есть как-то так это оформлено обычно у мха. Антиридии, то есть мужские половые органы, имеют вид просто мешочков, которые сбрасывают сперматозоиды, двужгутиковые подвижные у мха. Подвижные сперматозоиды означают, что там должна быть вода какая-то для размножения у мха. Но некоторые мхи маленькие, там воды нужно совсем мало. Поэтому они растут в достаточно сухой среде тоже. Архегоний, то есть женский половой орган, примерно как бутылка у них. Там одна крупная яйцеклетка. Ну и вот туда выпадает соответственно сперматозоид, оплодотворяется, сливается гомета, появляется зигота. Из зиготы растет спорофит, причем он может у них до двух лет расти. Спорофит это как бы отдельное растение, оно диплоидное, но обычно он у них состоит просто из ножки и спорангии, коробочки. То есть там просто ножка и коробочка. В этой коробочке собственно споры. Все споры, значит, на колпачок еще сверху может быть. Споры сбрасывает, все опять по новой, весь цикл идет. При образовании спор происходит миоз и число хромосом в два раза уменьшается. Поэтому протонема гаплоидная, вот и все прочее у мха тоже гаплоидная. У него один набор хромосом. А вот у нас, допустим, у млекопитающих два набора, все знают, да? И у высших растений у всех два набора. А вот мох гаплоидный, у него только один набор. Ну и ничего живет типа. Ну, правда, вот говорят, что он большой не вырастает именно потому, что гаплоидный. Ну, в общем, мхи достаточно сильно зависят, конечно, от воды. Но, тем не менее, вот обычно, да, от воды им нужно мало только вот для размножения. Некоторые мхи довольно устойчивы к высыханию. Могут целыми месяцами вообще впадать, допустим, в некое такое состояние, в котором вода не нужна. Просто он сухой и как бы спит. Есть такое. Что касается протонемы, она у них разная. Это наиболее характерная фаза развития мха, которая их отличает от высших растений. Ну, она вообще называется еще хлоронема, если она зеленая. То есть, может быть, она зеленая и содержать, собственно, хлоропласты, которые позволяют производить органические вещества и расти. Хлоронем этих может быть несколько, одна спора может несколько хлоронем порождать. Они распространяются во все стороны от спора радиально и образуют дерновину протонематическую. То есть, уже на стадии вот этой нити он может из одной споры много их породить, как бы вот образовать какое-то сплетение мков. Ну, все знают, что мхи вообще растут сплетением. То есть, там из одной споры сплетение, из второй споры, потом они переплетаются, и вот получается этот покров мушистый. Ветвление и нити протонемы изучено на материале мха фонарии. И у фонарии оно идет не апикально, то есть, не на кончике ветвится она, а где-то с третьей или четвертой клетки. Но, однако, апикальная задает направление роста. То есть, если ее убрать, то порядок ветвления меняется на абральное. Апикальная клетка, в смысле, вот та, которая на конце, на самом конце этой нити. И, значит, обнаружили, что именно в апикальной клетке синтезируются гормоны регулятора роста, которые мигрируют в нижеследующие клетки и задают по этому вот направлению. Если синтезировать, при взаимодействии с веществами, которые синтезируют клетки, то доминирующее влияние угасает в четвертой клетке. То есть, в целом, апикальная клетка задерживает ветвление. Вот поэтому, если ее убрать, то порядок ветвления меняется на обратный. В завершающей стадии развития протонема называется каула-нема. То есть, вот то, что считается стебель, это уже каула-нема. Если на ней уже появились почки этих гометофоров и ризоиды. Ризоиды прикрепляют нить протонема к субстрату, снабжают ее водой минеральными солями и передают наверх это вот все. Ризоиды особенно важны у тропических маховидных, которые растут на листьях растений. Многие мхи растут на листьях других растений и ризоидами за них цепляются. Известны специфические протонемы, допустим, светящиеся. Протонематические мхи имеются, у которых постоянно есть протонема. И она светится. Это схи-100 стега. Вот, значит, вот так вот светится, как на картинке. Они во всяких пещерах там. И там, где света мало, и сразу заметно, что вот мох такой вот. Отовсюду видно его, короче. Свечение у них вызвано не фосфоренсенсенцией, как у рыб, которых недавно тут про рыб рассказывал, которые светятся тоже. Там у них светятся бактерии в рыбах фосфорицирующие. У них свечение у мха вызвано особыми такими пластинчатыми структурами этой протонемы, которые свет концентрируют. То есть, это она в условиях, когда мало света. Мох его концентрирует, чтобы ему больше было света для фотосинтеза. И поэтому, собственно, светится. И такой светящийся мох, он в северном полушарии распространен. В Сибири бывает светящийся мох. В горах все-таки обычно. В Карелии, на Карпатах. Вот такой светящийся мох бывает. Помимо схистостеги, может быть циатодиум. Допустим, циатодиум пещерный. Это тоже светящийся мох. У него имеются линзообразные клетки верхнего слоя слоевища. И вот они тоже фокусируют свет, как и у схистостеги. Ну, у мхов постоянная протонема, заменяющая побег в питании растения, встречается, в принципе, довольно часто. Допустим, есть мох Буксбаумия, у которого протонема главная жизненная форма. Гометофоры у него редуцированы. То есть, гометофор практически не делает. Мужская протонема вообще не образует никаких метафоров. То есть, у некоторых мхов гометофоры редуцированы, и они представлены только одной ниточкой. Ну, что касается происхождения мхов, то основная сейчас гипотеза, что происходит от ринеофитов. Ну, то есть, вот от ранее описанных этих псилофитов растений, их самых примитивных. В частности, обнаружены промежуточные формы, допустим, спорогонитис. Предположительно, это промежуточная форма между мхами и ринеофитами. Но в то же время спорят с этой гипотезой, потому что ринеофит – это все-таки спорофит. А вот каким образом сформировалось, что у мха именно гометофит является основным растением, да черт его знает. Поэтому, возможно, как-то они независимо от ринеофитов возникли, у мхи, именно вот как гометофиты. Ну, в то же время, вот у ринеофитов есть устица примерно такие же, вот как у мхов. То есть, они тоже достаточно примитивно устроены в этом вот суть. Однако, происхождение мхов точно сопровождалось редукцией спорофита. С точки зрения географического распространения, на самом деле, мхи повсеместно растут на всех континентах и во всех зонах. То есть, вот нам кажется, что мхи – это тундровое там или болотное растение, но и просто их там много. Мхи растут практически везде и даже в пустыне, несмотря на стереотип, что мху нужна вода, есть пустынные специальные мхи. Единственное, что нету мхов в море, морских маховидных, неизвестно. Зато есть мхи в реках, есть мхи, которые обрастают дно пресноводных водоемов. И, естественно, очень много болотных мхов. Мхи доминируют в некоторых лесах, имеются леса именно сфагновые, то есть мшистые леса. И мхи доминируют во многих болотах. Но что касается Сибири, где одни леса и болота, там мхи постоянно. Там, собственно, идешь в лесу по ковру из мхов, в большей части. Ну, мхи могут обрастать еще стволы и ветви деревьев, тоже легко обрастают мхами. Но, тем не менее, есть также реликтовые мхи, то есть очень редкие какие-то эндемики, которые только в одной зоне растут. В общем, все вот в связи с многообразием мхов, у них там разные явления встречаются. То есть, есть широко встречающиеся там по всей Сибири, там или по всей Евразии, а есть которые только в одной местности. Хозяйственное значение мхов. Мхи, в основном их не едят ни животные, и даже грибы, и бактерии, и мхи практически не повреждают. Есть некоторые птицы, которые иногда могут мхи есть, но уже, так сказать, как побочный продукт питания. Некоторые мхи являются антибиотиками, и мхи, естественно, производят торф. Торф у нас, значит, широко эксплуатируется как источник топлива. Некоторые мхи можно использовать для строительства, их прессовать и строить из них даже дома. Мхи, на самом деле, очень медленно растут. Обычно одно растение там буквально несколько миллиметров прирастает, но потому что оно маленькое. Зато их много, и они многолетние. Поэтому суммарно очень много увеличиваются вот эти дернины мха. К тому же их никто не ест, никакое животное. Поэтому как бы вот так. Они еще антибиотики и устойчивы против бактерий, они же и не болеют. Они могут аккумулировать различные вещества. Но, кстати, радиоактивные вещества они тоже аккумулируют. Если, допустим, было радиоактивное заражение, мх накапливает радиацию. Также они впитывают влагу. Довольно быстро они снизу оторфовываются и включаются в процесс почвообразования. То есть там, где они, допустим, много там миллионов лет растут, довольно толстые образуются. Хотя он медленно сам по себе мух растет, под ним огромный слой торфа, там до 10-15 метров торфов может быть под ним. Ну вот, в этом плане, да, он участвует в почвообразовании, в регулировании водного баланса континентов. Мхи в то же время могут ухудшать продуктивность сельскохозяйственных земель. Замаховение, так это и называется, когда мхом земля покрылась. Ну и мхи, поскольку любят болото, они могут заболачивать. То есть появление мхов там на сельскохозяйственной территории может означать также их заболачивание. Но в то же время они сохраняют земли от эрозии. Таким образом, вот у них сложное такое хозяйственное значение мхов. Принципиально мхи делятся на три класса. Антоцеротовые мхи, печёночники, листостебельные мхи. Довольно много их видов. Приблизительно от 22 тысяч до 27 тысяч мхов. Но, впрочем, их постоянно открывают новые. Ну и дальше будет уже изложение конкретных классов. Таким образом, ставим верхние панец. Покрышки. Покрышки. Опады – яildih. Покрышки. Таким образом протесятит ряten, если четко исчет тяжелее меня. Покрышки insert.